Всем привет-привет! Меня зовут Женя Гейн, и я давно не снимала видео о своих фаворитах. Примерно два месяца назад я вернулась из Японии и ни разу не показала вам видео о покупках из Японии, что я там интересненького себе купила. И сегодня я покажу то, что мне понравилось. А то, что не понравилось, я вам показывать просто не буду, зачем, нет смысла. Давайте начнем с такой необычной покупки, которую я совершила в Японии. Это массажер механический для лица. Он должен делать красивый овал вашего личика. Плюс разглаживает морщинки и устраняет отечность. Но при одном условии, если вы будете им регулярно пользоваться, не так, как я, да, попользовалась, бросила и забыла про него. Вообще этим массажером нужно пользоваться чуть ли не каждый день. Желательно даже два раза в день, утром и вечером. Японцы помешаны на различных приспособлениях для массажа, на всяких гаджетах, которые делают массаж. Я думаю, вы все уже видели разные приспособления, которые кладутся в рот. Надеваются вот так на лицо. У них множество всего. Они очень любят такие разные штучки, ухаживают за собой. В этом они молодцы. Этот массажер я купила в магазине, где весь товар продается за 108 йен. Это очень классный магазин. Там можно найти все, что угодно. И я, кстати, сняла о нем видео, но так и не выложила на канал. Если хотите, я могу его смонтировать и выставить на канал. Я снимала подробное видео и показала примерно все, что продается в этом магазине. Там прикольно. Там от еды до одежды. Там есть все, наверное, то, что нужно для дома. И все по 108 йен. Чтобы вы примерно представляли, это примерно 90 центов. То есть даже ниже одного доллара. Как-то так. И вот этот массажерчик я приобрела там. И он очень хороший. Он, знаете, такой тугой. Чувствуется, как лицо массажируется. Просто им нужно каждый день пользоваться. Тогда будет эффект. Сейчас я беру себя в руки. Достала его специально. Больше не буду прятать его в ящик. Поставлю на видное место, чтобы не забывать. И буду по вечерам хотя бы один раз в день делать массаж с каким-нибудь натуральным маслом. Мы привыкли так думать, что если дешево, значит некачественно и плохо. Многие из вас подумают, ну раз там так все дешево, значит там все из Китая и некачественно. На самом деле там можно найти классные штуки и недорого. Вот, например, я в восторге просто от вот этих двух средств. И настолько благодарна своей сестре Софии, которая понимает японский язык. И она показала мне просто видеоролик одной японской девочки-блогера. И она показала вот эти два средства, которые купила в 100 йеннике. В этом же по 90 центов одна бутылочка. И эти средства просто обалденно смывают со спонжиков из кистей косметик. Эффективно и дешево. У меня было специальное мыло для бьюти-блендера. Я его мыла, наверное, по 10-15 минут в холодной воде, в теплой воде. И все равно до конца с него тональный крем я не могла смыть. Пятна так и оставались. Но вот это чудо-средство смыло со спонжа весь тональный крем просто за один раз. Спонж стал как новый, розовый. И я не могла поверить своим глазам. Может быть на ebay, девчонки, вы найдете точно такие же штуки. Что касается моих находок в Японии, так это бритва для лица. Об этом я хотела снять отдельное видео. Но сейчас вкратце я расскажу. Это мой must-have. Это моя находка. Наверное, сейчас вы подумаете. Бритва для лица. Ты что, мужик что ли? Я вам все скоро покажу и расскажу. И я не знаю, как я до этого жила без этой штуки. Наглядно сделаю процедуру для лица, которую делают японки постоянно. Эту паровую маску, я думаю, вы видели уже все благодаря Елене Крыгиной, которая пропиарила ее на 100%. Она на самом деле продается в аптеках там. Очень популярная эта паровая масочка. Пашточные в Японии их не продают. Их продают в коробках. Есть большая коробка и есть поменьше коробочка с разными ароматами. Ее изобрел гениальный человек, который хотел что-то изобрести гениальное. Она напоминает какую-нибудь спа-процедуру, когда вы приходите в салон красоты и вам дают горячее полотенце на лицо. Вы покрываетесь своим лицом и кайфуете просто. Насколько это расслабляет. Это действительно эффективно. Это правда. Вы просто мнете в руке, когда раскрываете эту пачку. И они начинают нагреваться. Нагреваются до 40 градусов. Это просто круто. Они не становятся горячими, они становятся просто мега теплыми. Вы надеваете эти очки тканевые на глаза. Закрываете ваши глазки и 10 минут просто релаксируете. Где угодно. На работе, в путешествии, в дороге, в самолете, в поезде, в автобусе. Я лично, когда по Японии путешествовала, я любила в автобусе эту штучку надеть и уснуть. Есть без запаха, у кого раздражают различные запахи. Наверное, если я покажу вам этот тюбик, вы не поймете, что это и вообще. Это мазь от укусов, от различных раздражений на коже, крапивницы. Комарик укусил, муравей укусил, карпива ужалила, помазали, ничего нет. В общем, это наша палочка-выручалочка. Нашей семье ребенка помазать и сами мажемся. Самый неподходящий момент выскакивает на лице прищ. Вот признайтесь, я думаю, такая ситуация была у каждого из вас. И вот почему-то именно в тот самый неподходящий момент. Как говорят, язык до Киева доведет или до киллера. Очень полезно общаться с людьми, знакомиться с новыми людьми и заводить какие-либо знакомства в любой стране мира. Когда я в Японии познакомилась с Настей, девочкой, которая меня фотографировала, она подсказала мне, что есть очень классная мазь, крем, гель от прищей в Японии, которую раскупают наши соотечественники, когда приезжают в Японию, просметают со всех полок в аптеках. Это крем Акнес-25. И я, знаете, вот да, когда такая ситуация, у меня вечером вылез какой-нибудь прищик, я его ни в коем случае не выдавливаю, не трогаю пальцем. Я очищаю кожу и затем на этот самый прищик наношу вот этот кремчик. Этот крем оказывает успокаивающее, антисептическое, противовоспалительное действие. Крем не спасет вас от всех прищей, если у вас проблемы на лице, желательно, если у вас проблемы, обратиться к врачу-косметологу. Пусть вас врач-косметолог обследует и назначает лечение, да. Но если у вас там 1, 2, 3 выскакивают иногда редко, и вам просто крайне необходимо такое средство, то если у вас есть возможность заказать, то закажите. Очень мне понравился этот крем. Я никогда не устану и не перестану петь песни прекрасным каплям для глаз, которые продают в Японии. В Алма-Ате, когда я была, я боялась у посредников заказывать капли для глаз. Ну, может быть, подделка, я не уверена, да. Я там не эксперт, чтобы разобраться, оригинал это или подделка. Ходила в аптеку, покупала обычный визин, который жутко вредный и нежелательно им вообще пользоваться, да. Но я не могу без капель для глаз. Если я делаю какой-либо макияж, у меня красные глаза. Если я за компьютером долго, у меня красные глаза. И вообще мне легче жить, когда я закапаюсь. Это как-то, наверное, звучит по-наркомански. Может быть, это уже какая-то зависимость. Но у нас такая экология, пыль и жара. Я не знаю, косметика. Мои глаза реально страдают. Я это чувствую. Им нужна помощь. И хотя бы в виде каких-то растворов, капелек, жидкостей. Конечно, я как нормальный человек хочу пользоваться не химией. Использовать натуральные, хорошие продукты для глаз. У меня много капелек разных с витаминами. Японцы, конечно, молодцы. Они делают все возможное, чтобы как-то поддерживать свое зрение в порядке. Они принимают витамины, чернику едят. Витамины у них с черникой. В общем, они помешаны на чернике. Потому что для зрения она очень полезная. Эти две коробки у меня закрыты еще. Но, как видите, здесь так и написано, что здесь B6, A и E витамины. Также и в этой здесь есть степень охлажденности глаз, по-моему. Вот двойка или степень свежести. Я так и не поняла. Здесь пятерка. Я думаю, что это ментол. Здесь в каплях есть такое вещество, напоминающее ментол. Может быть, это и ментол на самом деле. Но когда вы закапываете в глаза с непривычки, у вас начинают течь слезы. Вот, например, я пользуюсь на данный момент двумя баночками. Это более такие щадящие. Но это лимитированный был выпуск, когда цвела сакура. Выпустили эти капельки специально. Очень красивая розовая баночка. Эти капельки на самом деле менее такие пекучие, да, как, например, вот эти черные. Эти черные – это вообще ураган. Я вначале не могла их капать. И когда я первый раз их закапала, я подумала, боже, зачем я их купила? Я не смогу ими пользоваться. Но после того, как вы закапаете глаза, ваши глазки мгновенно становятся белыми. Когда я их закапываю, я как будто бы поспала, отдохнула. И у меня свежий взгляд. В составе очень много витаминок. Очень рекомендуют вот эти вот черные капли. У них золотая коробочка. Здесь состав очень хороший, много витамин. Плюс ко всему, что снимает усталость, избавляет еще от многих проблем. Например, конъюнктивит, пыль, пелена перед глазами. Конечно, если у вас серьезные проблемы, обратитесь к врачу, к окулисту. А если вы просто любите капли для глаз так же, как я, я советую попробовать вам японские. И начать, наверное, с менее таких жгучих. А потом, когда вы уже привыкнете, попробуйте вот такие поинтенсивнее. Рекомендую, девчонки, если есть возможность купить, заказать капли японские для глаз. Но остерегайтесь подделок. Заказывайте оригиналы. Где продают оригиналы, какие у нас интернет-магазины, гарантированные из Японии, я не знаю. Не могу вам ничего сказать. Я просто там была, купила и привезла сама себе. Все. Японский уход за лицом значительно отличается от нашего ухода за лицом. Ну, наверное, весь азиатский уход отличается. Есть дешевая косметика, подороже и как бы люксовая. Вот Биор, эта марка, она считается что-то такое средненькое. Это и не слишком дешево, и недорого. Достаточно качественно. Я знаю, что у нас продают дороже вот эти все средства, чем они есть на самом деле. Это гидрофильное масло для лица. Обожаю гидрофильное масло, потому что оно классно смывает BBCC кремы, водостойкую тушь, вообще любой стойкий макияж. Думаю, все вы прекрасно знаете, что BB крем, CC крем нужно смывать обязательно гидрофильным маслом. То гидрофильное масло тоже нужно обязательно смывать пенкой для умывания, либо гелем для умывания. Девчонки, я обожаю азиатский уход для лица. Они, конечно, молодцы. Ну что, всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok